Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в научном кафе Эврика. И сегодня у нас очень необычный вечер. Мы будем, мало того, что у нас будет два ведущих, я и Александр Дубынин, куратор нашего проекта, но еще и мы выбрали очень необычный формат. Сегодня наша встреча посвящена Нобелевским премиям. Альфред Нобель и учрежденная по его завещанию премия, это пример того, как сильно может повлиять решение одного человека на развитие науки, ну и вообще истории, наверное, всей. И сегодня мы как раз будем об этом говорить. Кроме того, это, наверное, очень удачный примет, когда весь мир хотя бы на две недели начинает интересоваться наукой. Все сначала с нетерпением ждут, кому она достанется. Гадают. Гадают, да. Радуются те, в чью страну ушла, даже несмотря на то, что им от этой Нобелевской премии совершенно все равно. Пытаются вникнуть, за что ее вручили. И, конечно же, все, абсолютно все начинают критиковать Нобелевский комитет. Итак, кто знает, что именно получают Нобелевские лауреаты? Премию, да, вон кричат радостно. Премию, точно, премию. А еще что? Медаль, да, да. И что еще? Моральное удовлетворение. Это несомненно. Моральное удовлетворение мне нравится, наверное, в первую очередь, да. А еще что? Точно. И диплом. Проходит эта церемония очень торжественно, красиво. Мы решили, чтобы вы немножко приобщились сегодня к этой церемонии. Как известно, на торжественный ужин подают всегда одно блюдо. Почти ничего неизвестно, но это блюдо всегда традиционно. Кто знает, что продают всегда? Точно! Мороженое. На десерт всегда подают мороженое. И сегодня шеф-повар арт-клуба «Нейкуда» специально для сегодняшнего вечера сделал такое мороженое, называется, на Нобелевском приеме. Это два шарика мороженого, покрытых, одетых в прекрасный шоколадный смокинг. Какое именно мороженое одевать? Выбирайте сами. Выбирайте своего Нобелевского лауреата, которого захотите одеть. И ешьте его. Небольшая биографическая справка. Наверное, все знают про Нобеля, но мы просто напомним, что Альфред Нобель родился в 1833 году в Стокгольме в семье инженеров. Он был отличным химиком и, собственно, сам-сам стал инженером и изобретателем. Давай спросим про самое известное изобретение Нобеля. Ну да. Кто знает? Динамит, точно. На самом деле у него, кроме динамита, было еще 354 патента. И, собственно, он был еще и удачным предпринимателем, поэтому он в 1894 году приобрел целый металлургический концерн, который, собственно, работал на военную промышленность. В 1888 году Альфред Нобель прочитал во французской газете «Собственный некролог». Вот такая вот была история. Под названием «Торговец смертью мертв». Это была ошибка одного из репортеров. И, в частности, вот эта заметка, она Нобеля сподвигла вообще-то задуматься о том, что он оставляет потомкам. И он переписал свое завещание. И своим приказчикам, своим распорядителям он дал указание все свои активы, все продать и, соответственно, учредить эту премию. Собственно, так оно и вышло. Итак, сегодня мы поговорим про Нобелевскую премию, про тех, кто получит ее в этом году. Мы попробуем поразмышлять все вместе о том, что необходимо, чтобы ее все-таки получить, эту самую престижную награду в мире. Для этого мы пригласили несколько замечательных специалистов. Мы их еще отдельно будем представлять. И которые расскажут нам о, собственно, победителях, выбранных в номинациях. Их всего шесть, как мы знаем. Это физиология, медицина, физика, химия, экономика и миротворческая деятельность. Кто знает, эта женщина получила первую для России премию. Родилась она в Российской империи. И получила она целых две Нобелевских премии. Одну премию в области физики, другую в области химии. Кто знает, кто это была? Ладовская Кюри получила за исследование радио. Первую, а вторую? Новых химических элементов. Она получила вторую. Замечательно. Спасибо вам большое. А мы приглашаем на эту сцену Елену Воронину. Елена, кандидат биологических наук, сотрудник группы фармакинетики Института химической биологии и фундаментальной медицины, старший преподаватель СУНЦ НГУ, специалист в области организации генов рибосомных белков высших эукариотов. Елена, вам, как кажется, честно, присудили премию. Заслужено? Ну, по химии, да. С одной стороны, конечно, Нобелевская премия по химии получилась больше Нобелевской премии по молекулярной биологии. Но, с другой стороны, она была присуждена людям, которые реально внесли в большой вклад в разработку именно того, за что дали Нобелевскую премию. Поэтому она очень заслужена. И здесь, собственно, можно подискутировать по поводу того, что молекулярная биология развивается на стыке, собственно, нескольких наук и на стыке химии, биологии, медицины, соответственно. Как таковой Нобелевской премии за биологию нету, ну, ее, в принципе, не существует. Поэтому периодически, так как здесь достаточно много открытий, которые важны для развития человечества, для здоровья людей, то, соответственно, получается, что периодически присуждают премию по молекулярной биологии, то, ну, то есть как бы вот в области молекулярной биологии, то в физиологии медицины, то в химии, то и там, и там. Ну, их бывает по-разному. Вот. Ну, например, собственно, в этом году Нобелевскую премию по химии получили люди за разработку, за структуру рецепторов, связанных с Ж-белками. При этом за сами Ж-белки, за открытие самих Ж-белков в 1994 году получали премию по физиологии и медицине. Будет слайд потом в этой тематике, сколько было Нобелевских премий именно по этой тематике. Их было несколько и не две. Ну, собственно, лауреатами Нобелевской премии по химии в 2012 году стали Роберт Левковиц и Брайан Кобилко за работы по исследованию рецепторов, сопряженных с Ж-белками. Или их еще, и у них несколько есть названий, ну, одно из таких наиболее понятных — семиспиральные рецепторы. Ну, собственно, что это такое? Рецепторы — это то, что улавливает какие-то сигналы. Наши клетки, из которых состоит наше тело, они должны улавливать огромное количество сигналов. Это и сигналы от, соответственно, соседних клеток, чтобы знать, кто их окружает, что делать клетке в каких-то ситуациях и так далее. Это сигналы, связанные с функционированием всего организма. Наша клетка — это участник многоклеточного организма, и, соответственно, она должна получать указания о том, ну, то есть, как ей синхронно действовать, выполнять какие-то приказы на благо всего организма. Ну, и, собственно, рецепторы необходимы нам для того, чтобы улавливать сигналы уже внешнего мира. То есть, это все наши органы чувств. Это и рецепторы обонятельные, это и рецепторы световые, светочувствительные рецепторы, то есть, которые улавливают свет. Это и вкусовые рецепторы, осязательные рецепторы. То есть, все, что улавливает какие-то сигналы в клетке, — это, собственно, рецептор. Ну, так как клетка у нас отгораживается, так скажем, от пространства внешней среды мембраны, то достаточно логично, что рецептор должен располагаться в этой мембране, чтобы он улавливал сигнал с внешней стороны клетки и каким-то образом передавал этот сигнал внутрь клетки. Собственно, первый из ученых, который получил Нобелевскую премию, Роберт Левковец, цель его работы была поймать эти белки. Дело в том, что, собственно, о том, что есть какие-то рецепторы, что есть какие-то молекулы, которые выполняют роль рецепторов, было известно достаточно давно. Но проводилось множество экспериментов, когда на клетку обрабатывали каким-то гормоном, соответственно, клетка на это реагировала. Но при этом гормон был снаружи, клетка реагировала каким-то внутренним изменением внутренней структуры. Каким образом передавался этот сигнал через мембрану, было непонятно, потому что вещество, которое воздействовало, оно так и оставалось снаружи. Левковец, собственно, разработал методику точной оценки количества гормона с помощью радиоактивно меченых аналогов. И, соответственно, с помощью использования этих радиогормонов он, собственно, смог оценивать точное количество гормона, находящегося на поверхности клетки. Соответственно, им было проведено огромное количество экспериментов. Эксперименты длились в течение нескольких десятков лет. То есть, если посмотреть публикации, но при этом он был сосредоточен на именно гормонах, которые взаимодействуют с адреналином. Именно гормоны к адреналину. За это время, собственно, он не разобрался в структуре самого рецептора. Ему так и не удалось поймать этот рецептор, чтобы выяснить, как же он устроен. Но при этом ему удалось выделить несколько типов этого рецептора. Тогда были выделены альфа-рецепторы, бета-рецепторы. Они располагаются в разных тканях, имеют разную функциональную нагрузку. Но при этом он выдвинул теорию, так называемую теорию действия рецептора, теорию тройничного комплекса. Собственно, суть, так вкратце, этой теории такова, что гормон связывается с белком, который находится в мембране, после чего белок меняет свою пространственную конфигурацию и, соответственно, взаимодействует уже с белком внутри клетки. И при этом, соответственно, изменен, меняется белок внутри клетки. В данном случае здесь у нас рецепторы, которые связаны с Ж-белками. И, собственно, вот смотрите, активированный Ж-белок идет внутрь клетки и может взаимодействовать, менять какие-то совершенно другие белки. Запускает каскад изменения реакции, каскад изменения каких-то клеточных действий. Вот. Собственно, за именно вот эту схему, за схему действия тройничного комплекса, это основная заслуга Левковица в механизме действия Ж-сцепленных рецепторов. Вот. Ну, собственно, во время этой работы к Роберту Левковицу в лабораторию, он был начальником лаборатории, пришел по сдокам Брайан Кобилко. Ему поручили все-таки ту часть работы все-таки понять, каким же образом устроен этот белок, за счет чего он плавает в мембране, за счет чего он передает вот этот, каким образом у него меняется конформация. Ну, здесь я, так как тоже занималась моей научной работой, достаточно долгое время была расшифровка нуклеотидных последовательностей, надо сказать, что в 80-е годы, когда еще не было проекта геном человека, не было разработано таких множества методов секвенирования, как сейчас, конечно, было очень сложно вообще из всего генома человека вычленить ген, собственно, адренорецептора. То, чем занялся Брайан Кобилко. Исходя, он выделял, собственно, рецепторы, он изучал их аминокислотную последовательность, по ним восстанавливал нуклеотидную последовательность, по ним выцеплял ген из генома, и, соответственно, затем уже его клонировал, и стал получать этот белок в большом количестве. И, собственно, здесь, в общем-то, родилась сенсация. После того, как он заклонировал этот белок, после того, как он определил его пространственную структуру, оказалось, что белок, рецептор, который улавливает адреналин, собственно, в точности схож с рецептором, который улавливает свет. У нас в глазах свет – это чувствительный рецептор. Таким образом, затем, собственно, это открытие дало толчок огромному количеству открытий рецепторов. Оказалось, что по этому принципу работает больше тысячи разновидностей рецепторов. В каждой клетке их содержится порядка 300-500, а всего в организме более тысячи. И еще одно. Брайан Кобилко не забросил эту тематику, после этого открытия. Он пошел дальше. Он создал, собственно, работал над рентгеноструктурным анализом этого белка и впервые получил кристаллическую решетку жирорастворимого белка. То есть для водорастворимых это было нормально, а жирорастворимые белки, технологии такой не было. По поводу значимости этих открытий мне бы хотелось сказать, что сейчас оценивается, что примерно порядка 40% всех лекарственных средств, которые мы с вами используем, в нашей медицине используются, это как раз лекарственные средства, направленные на воздействие на эти рецепторы. То есть мы пытаемся воздействовать на клетку как раз через эти рецепторы. Поэтому, собственно, знание о том, каким образом они действовали, конечно, внесло огромный вклад в развитие медицины, наверное, больше, чем химии. Но, в общем, премия абсолютно здесь заслуженная. Вот я привела пример нобелевских лауреатов, которые получали премию по этой тематике, по тематике рецепции. В 1967 году про фоторецепцию была премия. В 1971 году была премия за открытие роли циклического АМФ. Это вторичный посредник в клетке, который реализует, собственно, рецепторную деятельность. Собственно, в 1988 году премия по медицине за описание блокаторов. Посмотрите, как раз вещество пропропанол, который блокирует бета-рецепторы. То есть тогда еще была неизвестна кристаллическая структура белка, но уже были описаны большое количество веществ, которые воздействуют на эти рецепторы. В 1994 году как раз же белки, с которыми связаны эти рецепторы. Ну и вот недавно, в 204 году, структура обонятельных рецепторов, которые очень схожи как раз с рецепцией же белков. Поблагодарим нашего эксперта. Один вопрос. Скажите, ну это как-то повлияло уже на медицину. То есть как-то конкретно можно уже сказать, улучшилась всасываемость препаратов в воздействиях или что? Какие показатели народного хозяйства? Дело в том, что стало возможным создавать новые лекарственные средства на основе знаний о механизме действия этих рецепторов и пространственной структуре белков. То есть когда мы знаем, как устроено, какое надо лекарство синтезировать, чтобы воздействовать на этот рецептор, уже гораздо проще искать само лекарство, его, соответственно, разрабатывать структурную формулу. То есть все еще впереди, но уже надежды есть. Спасибо. Двигаемся дальше. Первая Нобелевская премия россиянину была вручена в 1904 году. В какой номинации? Кто и за что? Физиология. Я вижу, вы готовились. Здорово. Так и есть. Соответственно, за работу по физиологии пищеварения Павлову в 1994 году Ивану Петровичу была вручена Нобелевская премия. Об этом, о том, кто же в области физиологии и медицины был выбран Нобелевским лауреатом, нам расскажет наш эксперт Нариман Баттулин. Приветствуем его. Это кандидат биологических наук, сотрудник лаборатории генетики и развития Института цитологии и генетики Саран, специалист в области генетической регуляции процессов индивидуального развития. Так, ну, на первый вопрос, да, заслуженно или не заслуженно. Вот я считаю, что по физиологии медицины в этом году абсолютно заслуженная премия, поскольку, ну, на самом деле, ее ждали, гадали, когда она будет дана за стволовые клетки. Ну, в этом году за стволовые клетки давали. Тогда другой вопрос. Как думаете, почему раньше не дали? А вот я об этом, наверное, чуть попозже скажу. Единственное, может быть, какая-то несправедливость или что-нибудь, ну, покритиковать Нобелевский комитет все равно хочется, и кажется, что все-таки должно быть не два человека, а как минимум три. Вот. Ну, далее в этом году двум замечательным исследователям это Джон Герден и японский исследователь Шини Яманако с формулировкой «За открытие возможности превращения клеток взрослого организма в эмбриональные». Ну, тут надо вспомнить о том, вообще, что такое развитие и как мы все появились на свет, да? Ну, начинается все с интимного момента, когда яйцеклетка и сперматозоид сливаются, и, собственно, вот в этот момент появляется организм. Он из себя представляет на этой стадии просто одну клетку, но из этой клетки со временем в конце концов получатся все остальные клетки нашего организма. Это замечательный процесс, но, к сожалению, по мере продвижения в развитии постоянно теряются потенции клеток. То есть на одноклеточной стадии клетка может дать вообще все клетки нашего организма, а у взрослого уже нет таких клеток. Остаются стволовые клетки, но, скажем, это стволовая клетка кожи, которая дает только кожу, или стволовая клетка печени, которая только, может быть, клетки печени дает. И вот этот процесс развития, он всегда в природе строго однонаправленный, то есть от больших потенций к меньшим потенциям. Так вот, в этом году премию дали за экспериментальные подходы, которые позволили вот эту стрелку повернуть в обратную сторону. Повернули время вспять. Ну, фактически да, потому что премию дали за превращение клеток взрослого организма в эмбриональные. Как это удалось? Впервые это удалось сделать Джона Гёрдену, и удалось это уже почти 40 лет назад. Ну, я вообще посмотрел, и оказалось, что у Джона Гёрдена ему предвещали блестящую научную карьеру его, школьного учителя. Вот выписка из его характеристики. Идея Джона стать ученым просто смехотворна. Если он не может усвоить простых биологических фактов, он наверняка не сможет стать специалистом. Это будет бесполезная трата времени и для него, и для его руководителей. То есть вот такое блестящее будущее ему прочил школьный учитель. Вот. Ну, собственно, идея Гёрдена, которую он реализовал, была очень простая. Давайте возьмем яйцеклетку или эмбрион на одноклеточной стадии, заменим его генетический материал, то есть ядро, на ядро взрослого организма. Он выделял ядра из лягушек, из кишечника лягушек, такой вот необычный объект, и подсаживал в ядро, в яйцеклетку тоже лягушки. Получал, в конце концов, полное развитие. То есть он получал клонированных животных. Вот на этой фотографии вот эти белые лягушки, это все клонированные. А так выглядит обычная лягушка. Почему вообще нам важно развернуть вот эту стрелку вспять? Потому что если мы говорим о медицине, то очень важно иметь такой неисчерпаемый запас запасных клеток для человека. А его нет. В природе его нет. А очень хочется. Хочется делать запчасти для людей, для пациентов. Вообще известно, что можно получить стволовые клетки на очень ранней стадии. Это вот стадия бластоцисты. То есть выделить их из эмбриона, и они будут расти в культуре, в чашке Петри. И потом их можно превратить вообще в любую клетку организма. Ну, при желании. Но тут большая проблема создается этического плана, поскольку при вот такой манипуляции необходимо разрушить эмбрион. И если мы говорим, что мы хотим применять это в медицине, то разрушать человеческие эмбрионы – это не очень хорошо. И, прямо сказать, плохо. Ну и церковь была сильно против такого развития событий. И тогда явился нам Шинья Монако, который предложил замечательный способ избегать вообще вот этого варварского разрушения эмбрионов. Но его идея не так легко описывается для непосвященного. Но в целом она заключается в том, что мы можем взять и выделить клетки взрослого организма. Обычно это клетки кожи. То есть небольшой надрез, кусочек кожи высаживается в культуру, и в чашке Петри растут фибробласты. Это так называются клетки кожи. Вот с точки зрения генетика они имеют определенный генетический профиль. То есть у них определенные гены активны, другие неактивны. И стволовые клетки, о которых я говорил, они тоже имеют определенный генетический профиль. Так вот, идея Ямонаки заключалась в том, что давайте просто сравним эти два набора генов. Выберем те, которые необходимо активировать в фибробластах, чтобы превратить их в стволовые клетки. Ну и введем искусственно в фибробласт, чтобы экспрессия этих генов заставила превратиться их в стволовые клетки. Собственно, это он и реализовал. И после того, как он это сделал в 2006 году, очень просто, если сравнить время, которое прошло от работ Гердена до его Нобелевской премии, это 40 лет, а от работы Ямонаки до его Нобелевской премии 6 лет всего. Я правильно понимаю, это в принципе по масштабам Нобелевского комитета очень быстро? Это очень быстро, да. Очень быстро и абсолютно заслуженно, потому что вот эта работа 2006 года, она вызвала невероятный бум работы. Сейчас уже тысячи исследователей, сотни, наверное, лабораторий во всем мире занимаются тем, что превращают фибробласты в стволовые клетки. Ну почему это важно? Потому что из вот этих превращенных, из полученных стволовых клеток можно получить все, что угодно. Клетки сердца, жировые клетки, ну не знаю, насколько это востребовано, но в принципе можно. Нервные клетки очень востребовано, поскольку заболевания, связанные с дегенерацией мозга, это очень серьезные инсулинпродуцирующие клетки, то есть лечение диабета, клетки крови. Все это можно получить из стволовых клеток. Ну и еще хотелось бы сказать, что вот в этой премии, в этого года, вот те идеи, которые реализовали номинанты, они на самом деле не были супероригинальными. Они уже витали в воздухе, но что-то не позволяло получить, достигнуть успеха их конкурентам. Вот в случае Гердена фишка заключалась в том, что он взял лягушку, шпортцевую лягушку. У нее особенности биологии такие, что на ней это все прошло. До него пробовали на травяной лягушке, и там все было плохо, ничего не получилось. Вот в случае Ишиния Монако тоже была такая особенность. Идея тоже уже витала в воздухе, я даже знаю российских исследователей, которые пытались сделать что-то похожее, но у них не получалось надежно ввести вот эти гены, которые превращают в фибробласты, это сделать надежно. Но он применил ретровирусы, вот вирус от ретровируса отличается примерно вот так. И вот эта вот маленькая фишка, она позволила, если говорить серьезно, просто ретровирусы позволяют ввести генетический материал прямо в геном клетки, и он там останется и будет передаваться следующим поколениям клеток, и он будет там работать. То есть маленькая какая-то вот фишка такая, но она позволила достичь успеха. Вот, это очень важно. А то, о чем я вначале говорил, что может быть следовало дать еще одному исследователю, это Ян Вильмут, который получил клонированную овечку Долли, поскольку Гердан получил за клонирование. И, по идее, хорошо бы было дать еще и Вильмуту, поскольку клонирование все-таки на млекопитающих, на нас с вами, это гораздо более сложная задача. Но вот я поговорил с моим научным руководителем, он встречался и с Герданом, и с Вильмутом, и сказал, что вот Гердан, он человек очень покладистый, и очень такого хорошего, доброго нрава. А Вильмут не такой. И, скорее всего, из-за того, что он вредный такой. Может быть, ему и не дали из-за этого, да. Так что вот будьте добрыми. Спасибо за совет. Я так понимаю, это был рецепт о том, как получить Нобелевскую премию. Первое? Первый рецепт уже есть. Будьте добрыми. Один вопрос, пожалуйста, можно задать. Не вызывает ли клонирование стволовых клеток, работа по клонированию, порицание с точки зрения этики? Вот с точки зрения этики клонирование не очень хорошо. Я вот даже была такая статья лет 5, наверное, назад, как Ватикан предложил новый список смертных грехов. Клонирование там было. И это, ну, на самом деле это сложный вопрос, потому что надо доставать яйцеклетки. В случае человека это сложно. И с точки зрения этики в том числе. И надо действительно разрушить эмбрион. Когда он уже станет человеком, на какой стадии у него появятся все те права, которыми обладаем мы с вами, это по-настоящему сложные вопросы. И очень хорошо, что Яманаке удалось обойти их. Это большой толчок произвело. Давайте, Александр, расспрашивайте. И тут еще у нас прям до всей области стволовых клеток. Вот технически-то, как это? Вот если получили клетки сердца, можно вырастить прямо сердце, или можно вырастить какие-то клетки, из которых можно сделать заплатку на сердце? Вот тоже хороший вопрос. Потому что сейчас мы можем выращивать отдельные клетки. И даже у нас в лаборатории, я видел это своими глазами, жуткое зрелище, когда в чашке Петри вот так вот пульсирующие комки. Они сокращаются, правда, это клетки сердца. Как их перевести в организм, это другая, очень сложная задача. Я думаю, что за нее тоже будет когда-нибудь Нобелевская премия. Пока она не решена. Действительно достойно. Самый-самый последний вопрос. Вопрос такой. Вы сказали, что сейчас японский профессор изобрел 6 лет назад уже свою технологию, все равно в обществе постоянно же происходят дискуссии на тему того, что туловые клетки это плохо. И постоянно все равно... То есть я вот узнал об этом буквально недавно, когда прочитал как раз про Нобелевскую премию. Почему это еще так вот неизвестно? Технологии не отработаны, что ли? То есть все время... То есть вот о том, что, скажем, широкой общественности в виде меня, да, вот об этой новой технологии стало известно только вот буквально несколько там недель назад, когда эту Нобелевскую премию дали. А вот из-за чего вызвана такая информационная? Среди специалистов, занимающихся стволовыми клетками, работа 6-летняя, да, вот эта, она очень большой бум вызвала, но не сразу, а год спустя. Честно говоря, когда мы слушали эту работу у нас на семинаре, я очень хорошо это помню, я докладывал эту работу у нас в лаборатории, чтобы рассказать вот о новом открытии. Мы тогда подумали, что, ну, как-то странно, наверное, это не пойдет дальше. Ну, это было... Мы ошиблись. Спустя год пошел вал работ, и он до сих пор вот так нарастает, все больше и больше. Очень молодая технология. Вот все, о чем я говорил, вот эти медицинские переменения, на самом деле, до клиники они еще не дошли. Сейчас тестируют на стволовых клетках, которые получены с помощью разрушения эмбрионов. Есть несколько линий в мире, которые получены. И всего 5 или 6 медицинских исследований, в которых пытаются вырастить нейроны из них, или там очень много, как кажется, с сетчаткой работают, то есть лечения слепоты. Но это всего 5 или 6 исследований. Спасибо вам огромное. Еще раз большое. Российские ученые получали Нобелевскую премию 16 раз. И чаще всего ее получали именно эти специалисты. Как вы думаете? В какой? О Нобелевской премии этого года по физике нам расскажет кандидат физико-математических наук Илья Бетеров. Илья работает в лаборатории нелинейных и резонансных процессов и лазерной диагностики Института физики полупроводников Сибирского отделения Академии наук. Илья является специалистом в области квантовой оптики. Приветствую. Я, наверное, начну с того, что физики очень давно работают с микроскопическими объектами и довольно много о них узнали. Например, хорошо знают, что свет испускается в виде дискретных порций фотонов. Знают, ну, собственно, еще предполагали с времен демокритов, что все окружающая нас материя состоит из мельчайших частиц, из молекул атомов. И вот работы, которые сейчас были отмечены Нобелевской премии, они находятся именно вот в этом самом русле. Хотя, значит, здесь вот эта вот картина, она предстает немножко с необычной стороны. Дело в том, что всегда, когда физики занимались исследованиями микроскопических объектов, и уже когда обнаружили, что микроскопические объекты обладают уникальными свойствами, квантовыми свойствами, что из этого, например, следует то, что невозможно точку, сколько угодно, точно узнать, в каком месте находится квантовый объект, с какой скоростью он движется. Или, например, оказывается, что объект может одновременно находиться и в одном месте, и в другом. Вот это, значит, такие вот необычные проявления квантовых свойств объектов. Вот всегда при этом физики работали с большим количеством квантовых объектов. Например, если речь идет об экспериментах по оптике, то это миллиарды атомов, с которыми взаимодействуют лазерные излучения, а лазерные излучения это тоже миллиарды фотонов. Вот удивительная особенность работ Нобелевских ауриатов этого года в том, что они научились работать с одиночными квантовыми объектами. То есть они научились работать с одиночными атомами и с одиночными фотонами. Кто же получил Нобелевскую премию в этом году? Она была присуждена французу Сержу Арашу и американцу Дэвиду Уайленду. Вот формулировка такая, что за создание прорывных экспериментальных методов манипулирования индивидуальными квантовыми системами. То есть принципиальная новизна именно в том, что это работа не с огромными ансамблями квантовых объектов, а это работа с одиночными квантовыми объектами. Это необыкновенно трудно, потому что одиночные квантовые объекты, во-первых, до них, скажем так, трудно добраться, трудно их почувствовать. То есть вам нужны такие инструменты, с помощью которого вы можете, скажем так, увидеть или подрогать отдельный атом в переносном смысле. Вот если говорить о свете, то это еще более сложно, потому что нужно научиться каким-то образом работать с отдельными квантовыми света, с отдельными фотонами. И вот то, что эти тончайшие экспериментальные методы были разработаны, это действительно поражает воображение. Эти Нобелевские лауреаты, они ровесники, они оба родились в 1944 году. Они работают в ведущих мировых научных центрах. То есть, на мой взгляд, то, что Нобелевскую премию получили именно француз и именно американец в этой области, это не случайно, потому что Америка и Франция являются мировыми лидерами в этих исследованиях. Ну и на самом деле на третье место, наверное, можно поставить Германию. Все остальные страны, они уже, я бы сказал, отстают. Значит, одним из возможных приложений того, что было сделано Нобелевскими лауреатами, это решение проблем создания квантовых битов или квантовых компьютеров. Это тематика, которая, собственно, с подачи тоже Нобелевского лауреата Ричарда Феймана в большую моду в 90-х и в 2000-х годах, когда стало ясно, что если мы научимся работать квантовыми состояниями отдельных объектов, то мы можем сделать так называемый квантовый бит. То есть это элемент памяти компьютера, который может находиться в состоянии не только 0,1, а благодаря принципам квантовой механики может находиться в состоянии и 0,1 одновременно. И на роль вот таких квантовых битов было предложено очень большое количество кандидатов. То есть это, например, переходы в сверхпроводники, это квантовые точки в полупроводниках, это нейтральные атомы и это ионы, которые захвачены в электростатические ловушки. Вот Нобелевские лауреаты занимались именно такими квантовыми объектами. То есть один из них, Арш, он в большей степени занимался нейтральными атомами и квантовой электродинамикой в резонаторах, а Дэвид Вайванд, он занимался ионами и, собственно, демонстрировал квантовые логические операции, используя одиночные ионы в качестве элементов памяти. Вот здесь вы видите фотографии, это Серж Арш в лаборатории со своим коллегой Игорем Доценко. Современная оптическая лаборатория, которых в мире, конечно, многие тысячи, это достаточно компактное помещение, в котором будет установлен оптический стол. На оптическом столе будет огромное количество разного рода оптики, зеркала, лазеры, детекторы излучения. Как правило, где-то будет в центре стоять вакуумная камера, в которую светят лазерные пучки. И исследования в этой области обычно ведутся достаточно небольшими группами. И оказывается, что даже группа из четырех-пяти человек, если она обладает достаточным экспериментальным мастерством, она может получать совершенно поразительные результаты. Арашу принадлежат следующие достижения. Во-первых, он продемонстрировал так называемые осцилляции состояния атома, взаимодействующего с тулевым полем. Законы квантовой механики следует очень необычная вещь. Если вы возьмете такое электромагнитное поле, фактически поле света, в котором нет ни одного фотона, оказывается, что все равно это поле обладает ненулевой энергией. И мы можем добиться того, что атом будет взаимодействовать с нулевой энергией поля, даже в отсутствии фотонов, и будут наблюдаться переходы между квантовыми состояниями в атомах, то есть так называемые вакуумные осцилляции РАБи, которые были продемонстрированы. Другой выдающийся результат это то, что он рассматривал взаимодействие атомов с одиночными фотонами, также показывал, что в хорошем согласии с теорией оказывается зависимость вероятности найти атом в том или ином квантовом состоянии, если он взаимодействует с отдельным фотоном. Ну и кроме того, у него были так называемые эксперименты по наблюдению биений РАМЗея, РАМЗея это тоже Нобелевский ауриат, где показывается, что если мы пропускаем атом, взаимодействующий с излучением через резонатор, в котором находится один фотон, то из-за взаимодействия с одним фотоном может измениться фаза квантовом состоянии атома и наблюдается сигнал биений. Вот второй Нобелевский ауриат Дэвид Вайланд, я тоже показывал его фотографию работающим в лаборатории, это великолепный экспериментатор, он сделал ловушки, в которых захватываются цепочки ионов. Отдельные ионы с одной стороны удерживаются все вместе полем ловушки, а с другой стороны они расталкиваются за счет сил электростатического отталкивания. И Вайланд научился каждому одиночному иону адресоваться, используя лазерный пучок. То есть он мог каждый, вот вся цепочка ионов длиной имеет длину всего 70 микрон. То есть это меньше, чем толщина человеческого волоса 100 микрон, вот характерный масштаб на этом рисунке. И при этом каждому из этих ионов можно было адресоваться лазерным излучением, влиять на его состояние и выполнять квантовые логические операции. То есть несомненно результаты очень и очень яркие. Ну и дальнейшим его шагом было создание прототипа квантового компьютера. Это чип для ионов, в котором это специально изготовленная микросхема, которая создает определенную комбинацию, которая помещается в вакуумную камеру, и электрические магнитные поля, которые создаются этой микросхемой, позволяют передвигать ионы с места на место, переключать состояние ионов. И в принципе вот этот прототип, этот чип должен стать прототипом уже для настоящего компьютера, который сможет выполнять масштабные квантовые логические операции. Ну вот, надо отметить, что работы обоих нобелевских вариантов, они получили широкое признание научной общественности, и это в принципе объясняет, почему именно они получили Нобелевскую премию. То есть, если мы посмотрим, на сколько цитирований имеют их работы, то у Араша это 14 тысяч, у Дэвида Уаймонда это 19 тысяч ссылок. Поэтому это, скажем так, указывает на то, что действительно вся мировая научная общественность, она широко осведомлена об этих научных результатах. И почему мне было очень приятно узнать о том, что эти люди получили Нобелевскую премию, это потому, что у нас в Институте физики боупроводников мы проводим исследования по очень и очень близкой тематике. У нас также есть экспериментальная установка, в которой есть вакуумная камера, в которой есть одиночные атомы, и мы управляем квантовыми состояниями одиночных атомов, и надеемся, что в дальнейшем сможем выполнять с ними квантовые логические операции. Спасибо. Вот это, наверное, то, что я хотел бы рассказать. Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, ИОН какого элемента использовался в исследовании? Так, если не ошибаюсь, это и тербий. А вот вы сказали, что приятно вам было узнать про Нобелевскую премию, и у вас потому что похожие исследования, а не обидно, что у вас похожие исследования, а у вас нет Нобелевской премии? Ну, то есть, это вопрос хороший. Нет, на самом деле, то есть, надо сказать, что вот те работы, которые они сделали, они в каком-то смысле провожили путь для дальнейших исследований, но это, скажем так, это были работы пионерские, и они делались, собственно, раньше. Мы идем несколько другим путем, и мы, в принципе, считаем, что, скажем так, есть и... То есть, сейчас надо думать о том, что делать дальше, а не о том, что было сделано ими. То есть, вот поэтому вот их работы, я не знаю, будут ли они иметь продолжение именно в этом направлении, но важно то, что они открыли горизонт для, скажем так, для людей, которые будут заниматься похожей тематикой, но пойдут совсем другим путем. Поэтому не обидно. Самый последний вопрос, Илья, с этой стороны. Вот я не понял только одного. Сколько живет квантовое состояние? Ну вот, вообще состояние высоковозбужденного атома, у него характерное время жизни это 100 микросекунд, такой характерный временной масштаб. Но это не очень страшно для квантового компьютера, потому что, значит, есть... Сама информация накодируется в состояниях, значит, в основном состоянии, вот, а у него, там, время жизни, это уже, скажем так, у свертонких подуровней, это будут, там, миллисекунды, сотни миллисекунд, а время выполнения квантовых логических операций его можно делать наносекундным. Поэтому, с другой стороны, важный вопрос, это то, что система, она очень чувствительна к внешнему окружению. И вот, самая большая задача, и это отчасти то, чем занимались нублевские ауриаты, это как защитить вот наши атомы во время от негативного взаимодействия с внешним окружением, от всего, что мешает. Как защитить план? Я, можно вам вот самый последний вопрос с этой стороны? Да. Вот я одного не понял. Эти, их работы, они подтверждают или опровергают разумность элементарных частиц? С элементарными частицами никак эти работы не связаны, то есть, это, собственно, это атомная физика, это квантовая оптика, то есть, вот это, скажем так, ну, то есть, просто, значит, это работа с одиночными атомами, не дальше. Я думаю, что надо отпускать Илью. Спасибо еще раз огромное. Благодарим за участие. Это был пока еще ненадийский лауреат. Да, а мы двигаемся дальше. На самом деле, кроме естественных наук, есть еще несколько премий, да, почти что искусственные, как мне подсказывают, которые присуждаются в области гуманитарной. И сначала вопрос из знания истории Нобелевских премий. Какая организация получила премию трижды? Организация. Красный крест. Совершенно верно. Молодец. Вот. Международный комитет Красного креста трижды удоставился премии мира в 17-м, 44-м и 63-м году. В 2012 году премию мира получил Евросоюз. Скажу сразу, что для меня это было достаточно удивительным таким выбором. Давайте разберемся. Итак, мы приглашаем на сцену философа, социального антрополога, литератора Михаила Немцева. Михаил работает в Новосибирском государственном университете экономики и управления, кандидат философских наук. Начать нужно с того, что для меня тоже это награждение было удивительным. Понятно, когда Нобелевскую премию дают блестящим деятелям. А как можно наградить Нобелевскую премию одной из крупнейших организаций мира? Возникает удивление. Но если вникнуть в вопрос чуть-чуть поглубже, в общем, можно прийти к выводу, что это награждение, хотя оно и курьезно, но оно вполне в логике деятельности Нобелевского комитета. И поэтому, на мой взгляд, опять же, хотя это и курьез, но это вполне закономерное и такое логически понятное награждение. Известно, что Нобель сам, будучи фабрикантом динамита, задумался о создании, о поощрении тех, кто содействует науке, прогрессу, культуре и миру и так далее, после того, как в одной из парижских газет прочитал некролог о самом себе, который назывался «Торговец смертью мертв». Вот. А задумавшись над этим, он учредил премию, и вот в завещании, по которому премия учреждена, прямо сказано, что премии вручаются за содействие международному сплочению наций, уменьшению рабства, уменьшению численности действующих армий и содействию проведения международных конгрессов. То есть когда премия была учреждена, премия мира, это была именно премия мира, но сейчас мы уже себе представляем немного по-другому. Нобель вообще действовал в такой атмосфере своего времени, это было время, когда подготовился первый международный конгресс, проведенный, кстати, при содействии императора Николая II, было такое мощное пацифистское движение, и вообще говоря, обсуждалось, что надо бы просвещенным людям прекратить войны, армии распустить, и дело мира, это дело, учреждение всеобщего мира, это дело ближайших лет. И сейчас, однако, я сейчас скажу, почему мы премию представляем себе немного иначе. Известно, что Нобелевская премия отличается от других премий тем, что она вручается в Норвегии, ее присуждает Норвежский Нобелевский комитет, и ее могут получать организации, а не только отдельные, так сказать, выдающиеся деятели человечества. И действительно, примерно каждое десятилетие организации получают Нобелевские премии, и нас не смешит, например, присуждение Нобелевской премии Красному Кресту, да? Причем первый раз это произошло в 17-м году, а второй раз в 44-м году, то есть во время мировых войн. Также Нобелевские премии мира получали такие организации, как Институт международного права, который разрабатывает международные правовые нормы, Международный комитет содействия отмены противопехотных, борьбе с противопехотными минами, Международная организация людей, которые боролись не просто за дело мира, а боролись против войны. Из них наиболее ярким, наверное, был Карл фон Осетский, этот человек, который, будучи радикальным пацифистом, во времена, когда Гитлер стремился к власти, боролся с ним, открыто сидел из-за этого в тюрьме и в своей газете опубликовал сведения о том, что Германия нарушает условия Версальского договора, создает армию, в том числе с помощью Советского Союза. Это было прямое нарушение государственного закона Рейха, и он был заключен за это в тюрьму, но поскольку он сделал это совершенно осознанно для того, чтобы остановить милитаризацию своей страны, вот международное сообщество, так сказать, его поддержало, он стал очень популярным человеком. В 1935 году ему была присуждена Нобелевская премия, однако нацистская Германия не то, что не выпустила его на вручение премии, но Гитлер запретил всем немцам, которые будут получать Нобелевскую премию впредь, собственно, ее получать. Три последующих лавриата Нобелевских премий получили их уже после войны. А когда нацисты оккупировали Норвегию, все участники, все члены Нобелевского комитета были арестованы в отместку. То есть это был такой ясный, четкий жест в поддержку пацифизма. Однако в послевоенное время, когда представления о мире стали более сложными, стало понятно, что то, что является миром для одной стороны, скорее всего, является войной для другой, международная премия мира получила значение поощрения борьбы за права человека, за международную солидарность. Здесь символическими фигурами, наверное, были такие люди, как Мартин Лютер Кинг, мать Тереза, Далай-Лама и лауреат 1975 года Андрей Сахаров. Человек, внесший очень большой вклад и в подготовку, так сказать, холодной войны, и в борьбу с вооружениями. Но явным образом ему дали премию не столько за пацифистскую деятельность, сколько за борьбу за права человека в СССР. И Нобелевской речи он на этом делал акцент. Поэтому для нас сейчас, как я понимаю, для современных людей, в отличие от тех, кто жил во времена учреждения этой премии, Нобелевская премия это уже премия не за мир, а премия за человечность с большой буквы. И хотя она себя несколько дискредитировала в последние годы, с присуждением Нобелевской премии Бараку Обаме, например, но по-видимому Нобелевский комитет в некотором смысле хочет вернуться к истокам. Ведь Евросоюз организация, созданная изначально для предотвращения войн между европейскими государствами. Мы знаем, что идея объединения Европы очень давняя, еще в 18 веке. Эммануэл Кант писал трактат к вечному миру, где показывал, что если европейские государства объединятся ради взаимовыгодной торговли, то у них не будет причин воевать, и наступит вечный мир. Ну, если воины будут идти на варварских окраинах, это не так важно, судя по цивилизации. Появляется Евросоюз в 50-60-е годы с такой идеологией объединения Европы после Первой мировой войны, которая очень сильно расколола Европу, и прежде всего расколола две крупнейшие нации этого субконтинента, франков, французов и немцев. Известно, что в 51-м году заключается первое соглашение, соглашение об угле и стали. Затем в 65-м году появляется объединение Европейский Совет, объединение существующих межгосударственных комиссий. И в 92-м году в Маастрихте были заключены Маастрихские соглашения, которые, собственно, и основоположили. Сделали возможным, сделали действительным существование Европейского Союза, но не как объединенных стран Европы, а как такого странного, не существовавшего раньше политического объединения, которое в себе состоит из отдельных стран, сохраняющих суверенитет, но некоторые вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, экономической политики, передаются как бы на надстрановой уровень. Так вот, в этой организации обсуждается создание вооруженных сил европейского корпуса, и в документах об этом европейском конкурсе прямо прописано, что его задача это сохранение мира на континенте, помощь, содействие безопасности, гуманитарные операции, короче говоря, защита прав человека. И такой пацифизм, идеи пацифизма лежат в основе Европейского Союза. И в этом смысле вполне понятно, что Нобелевский комитет, который заинтересован выдать премию мира, а не премию добрососедства, прав человека и так далее, может быть, в этом году, принял такое своеобразное решение. Мне кажется, Европейзия, закончу тем, что Нобелевский комитет обладает какой-то странной экстравагантностью, они часто принимают непонятные решения со стороны непонятных, и именно это делает Нобелевскую премию Нобелевской премией, она всегда немного непредсказуема. В этом смысле очень интересно, как принималось решение, но мы об этом прочитаем, когда будут открыты архивы Нобелевского комитета, а пока вот так. Спасибо огромное, Михаил, за этот комментарий и вообще за рассказ. Наверное, один вопрос можно задать нашему смерту. Считаете ли вы, что еще время не говорили по смерти? Нет. Дело в том, что Евросоюз очень молодое объединение, оно существует де-факт, де-юре, оно существует с 92-го года, да? Ну, еще рано о смерти как-то говорить. А когда будут открыты архивы Нобелевской премии? Я не помню, по-моему, 70 лет они хранятся. Ну, дело в том, что существуют Нобелевские комитеты, да? И по уставу Нобелевского комитета ни процедура обсуждения Нобелевских премий, ни сами заявки не оглашаются. Вы сказали, что в 44-м году Красный Крест получил, а Норвегия же была оккупирована нацистами. Да, в 45-м году выдали. В 45-м году не было церемонии, да, в 45-м году после победы они это провели. А что, двигаемся дальше. Спасибо, Михаил. В 1969-м году была добавлена еще одна номинация Нобелевской премии. Какая? Нобелевская Точно. Молодцы. Давайте поговорим о Нобелевских премиях в экономике. Представляем вашему вниманию нашего эксперта, генеральный директор экспертной компании Корпус, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства Саран и научный журналист. Правильно ведь я говорю? Ну, это в прошлом. Да, и в прошлом научный журналист. В вещественном году стали думать, как повысить престиж журнала, который давно издается Институтом экономики, журнала ЭКО. И одна из мыслей была такая, что нужно в каждом первом номере журнала ЭКО публиковать статью о Нобелевских лауреатах по экономике. Вот с того самого времени у меня начиная с первой декады октября я живу среди Нобелевских лауреатов по экономике. Уже получается 12 лет. Поэтому то, что я буду рассказывать, это некоторый задел для будущей статьи первого номера журнала 2013 года. Как справедливо было сказано, премия относительно молодая, ей всего 44 года, и таких экономистов, которых удостоил Нобелевский комитет, всего 71 человек, что на самом деле немного. Средний возраст лауреатов на момент присуждения премии довольно внушительный, 62 года, но эта премия вот этого года всех превзошла. Вот они как делятся, эти премии. 21 век только взял, всего 13 премий, из них 7 премий это премии за математические методы в экономике и 6 премий за то, что называется субъектной экономикой. Ну вот скажем, в предыдущем выступлении, выступлении по физике рассказывали про кванты, да, вот кванты есть некоторый субъект, да, который, ну или фотон там бегает, сейчас очень активно физики занимаются вот этой экономикой, в которой порождено ими же очень много субъектов. Значит, интересно, что мат-методы в экономике, они длительное время, полвека, практически существовали отдельно от мат-методов других науках, то есть экономисты в основном занимались линейной алгеброй, неравенствами, ну, в какой-то степени там экспоненциальными функциями, то есть был довольно ограниченный набор полвека экономическая наука привыкала к довольно ограниченному набору методов. Но последние годы, последние годы, и мы видим даже по этим Нобелевским, по второму столбцу этих Нобелевских премий, видно, что появился интерес к тому, что называется событийной экономикой, то есть как вместо описание каких-то процессов, например, там, сколько было выращено значит, зерна в этом году или сколько перевезено из этой точки в другую точку, начали анализировать некоторые событийные процессы. И вот в этом контексте присуждение премии 2012 года оно персоны могли быть другие, но общее направление было понятно. два лауреата премии 2012 года они официально там есть значит одно решение Нобелевского комитета, но есть еще комментарии Нобелевского комитета, которые более точно говорят, что им премия присуждена за решение центральной проблемы для экономики как наилучшим способом свести друг с другом различных экономических агентов. Это может быть работодатель и работник, это может быть продавец и покупатель, это могут быть разные совершенно экономические агенты, но они подразумеваются как некоторые самостоятельные действующие единицы, в отличие от основной линии экономико-математических моделей, которая описывает процессы, проходящие в экономике примерно в духе физики, то есть там нет никаких субъектов, там есть просто некоторые процессы, ну скажем, давайте удвоим ВВП, нам говорят, а я думаю, а кому этот ВВП достанется, но поскольку при такой постановке субъекты не подразумеваются, достается это мне, вам, или другим каким-то людям, то тогда задачи ставились такие бессубъектные, в смысле вот этой линии российская экономическая наука, она существенным образом отстает от мировой, фактически сейчас единственный коллектив Валерия Макарова, который работает в Москве, но мы знаем, что Валерий Макаров воспитанник как Академгородка, значит, занимается так называемыми агентно-ориентированными моделями, то есть модели, которые описывают экономику как совокупность активно действующих экономических агентов. Кроме этого направления существует направление, которое также достаточно, то есть существенно раньше появилось, чем агентно-ориентированные модели, это так называемая теория игр. И, собственно, большая часть публикаций, которые появились на русском языке про нобелевских лауреатов этого года, это они в этих публикациях отражается и вклад в теорию игр. Но существует еще одна часть вот этой работы, это так называемые модели случайных встреч, где моделируются некоторые вероятности, ну, например, если вы вбросили в экономику какую-то большую массу денег, то для того, чтобы эта масса денег, ну, скажем, вы выплатили пенсии, например, то для того, чтобы эта масса денег рассосалась, должны быть визиты этих пенсионеров в магазин, а в магазин они приходят, у них должна быть какая-то встреча с товаром, который они хотят купить. И вот моделирование, скажем, процессов инфляции уже на протяжении последних 15 лет в значительной степени идет вот по этим моделям случайных встреч. В нашей стране практически это направление в экономической науке не развивается. Поэтому я с него начну. Значит, какие модели случайных встреч? Это, например, трудоустройство, свадьба, выбор вуза, трансплантация, органа, и лауреаты работали над проблемами трансплантации почек. То есть, когда нужная почка встретит нужного рецепиента. Вот такая случайная встреча. Но теория, вот эти модели случайных встреч обсуждают, какие комбинации встреч оказываются удачными для экономики, какие неудачными для экономики, как порождать эффективные встречи и так далее. Вот возьмем простой пример. Значит, есть четыре жениха и три невесты. И существует некоторая матрица, да, которая единичка стоит, что вот третий, то есть, второй жених, значит, выбрал первую невесту, ну и так далее. А вот третьему жениху вообще никто не достался, потому что невест всего три. Значит, ясно совершенно, что встреча невесты с женихом и жениха с невестой приводит к тому, что появляется какая-то польза у каждого из партнеров. Причем эта польза, вот английский термин outcom, да, то есть какой-то, ну что ли, выхлоп, да, от этого, выхлоп от этого, значит, он разный у жениха и у невесты. И вот нужно подумать, каким образом раскидать эти единички по этой по этой вот матрице с тем, чтобы все были настолько довольны, что никому бы не хотелось менять жениха или невесту. Ну вот самое главное для экономистов в этих играх является то, что здесь, в общем-то, рынка нет. То есть нельзя, например, подкупить жениха, чтобы он согласился на свадьбу. Значит, единственный способ... Всяко в жизни бывает. Вот, ну, наука оторвана, в общем, от жизни, но вот я просто рассказываю, что на самом деле здесь сделан существенный шаг по приближению, я потом на этом остановлюсь. Значит, более того, вроде экономика похожа на рыночную, но рынка как такового нет в том смысле, что не встречаются покупатель и продавец и торгуются по поводу цены. Есть только вот смена этой встречи на какую-то другую. шепли, которому на самом деле 89 лет, он еще в 52-м году, это показывает на самом деле, как относительно медленно развивается экономическая наука, то есть когда результаты 50-х, 60-х годов являются типичными для присуждения премии уже во второй декаде 21-го века. ну и на самом деле вот эта работа исходно была достаточно формализованной, то есть обсуждалась не просто экономика, приближенная к действительности, а обсуждалась некоторая условная математическая экономика, которая подчиняется некоторым аксиомом, которые были предложены в 53-м году Шепли после его первой публикации в 52-м году. На самом деле вот Элвин Рот значит он предложил альтернативную аксиоматику, которая сейчас используется для описания и вектора Шепли, и вот этой вот игры. Я видимо должен сказать, что то, что я привел, это крайне предельно упрощенный вариант игры, когда невеста выбирает жениха, но можно ввести, например, чтобы она сразу же выбирала любовника из этих четырех женихов, тогда задача существенным образом усложняется. Но, например, если вы подбираете рецепиента и почку, то эта проблема многократно сложнее, чем выбор двух мужчин на будущее одной женщины. Значит, не говоря о том, что, скажем, если врач окончил, то есть врач получил диплом медвуза и он ушел, то есть он как бы выбирает себе место работы, там критериев тоже огромное количество, и посчитать вот эту вот пользу, этот аутком, который получает каждый человек при данной комбинации встреч, видимо, достаточно тяжело. на самом деле до вот работ по кавалюционным играм были несколько еще премий, а именно пять премий Нобелевских премий по экономике, где давали значит премии тем, кто работает в области теории игр. Ну, конечно, лидером является Джон Нэш, который значит известен сейчас всему миру по фильму «Игры разума». Там, конечно, немножко его там утрировали, но в принципе там описано, чем он занимался. Авторы фильма, к сожалению, не рассказали о его работах в области теории игр. Значит, ну вот, если этих нобелевских лауреатов так отвести в сторону, то у нас получается достаточно убогая экономика, в которой каждый из экономических агентов играет сам за себя. Что это означает? Что это означает, что экономика состоит из одиноких людей, у которых нет ни семьи, ни родственников, ни друзей, ни знакомых и так далее. То есть, она как бы условная сама по себе. При этом есть одно мощное направление трудовой теории стоимости, мы с ним больше знакомы по марксизму, капиталист он один, значит, рабочий он один, банкир он один, а они между собой никаким образом не связаны ни с... Значит, у меня есть несколько статей, когда положение марксизма пытались использовать для выдачи пайков в Голодном Петрограде в 20-е годы. Ну, как бы, известно, что есть, например, интеллигент, да, есть рабочий, и получается, что профессорская семья, значит, у профессора дочь работает машинисткой, машинистка в те времена считалась рабочей, вот, а поскольку исходили, что каждому нужно давать самостоятельно, безотносительно, то фактически дочь, машинистка кормила профессора, которому давали меньший паек, значит, ну и так далее. Если рассуждать об экономике, как о совокупности одиноких людей, которые вступают с другими людьми в некоторые экономические отношения и все, то вот эта теория, она не может быть применена непосредственно на практике. Ну и другая теория, когда, значит, мы предполагаем, что есть абсолютно честный чиновник, который заботится только о будущем государства, это киньсянство, значит, и у него тоже нет ни семьи, ни детей, ни родителей, там и так далее. Он как бы оторван, и он вот такая модель человека, полностью исключившего свои личные интересы и заботившегося только о государственных интересах. Надо сказать, что сейчас вся наша пропаганда, она в основном такая киньсянская, то есть мы исходим из того, что те люди, которые оказались наверху, независимо от их прошлого, они сразу начинают беспокоиться только о нас с вами, значит, и никаких связей, ну, все, что говорится о другом варианте, считается, ну, как-то нехорошим таким. Но это направление, которое развивают лавариаты Нобелевской премии, оно оказалось и практически полезным. Ну, в частности, вот в США в 52-м году была ситуация примерно похожая на нынешнюю нашу ситуацию в медицине. То есть врачей не хватало, было огромное количество больниц, а люди туда не шли. И тогда был создан Федеральный информационный центр для поддержки трудоустройства молодых врачей. И он придумал определенный алгоритм, который, вот я когда с ним познакомился, я понял, что я трудоустраивался после вуза по полностью противоположному принципу. Значит, если в схеме работы вот этого центра было следующее, предложение делает больница, но значит, как бы стимулируется человек средствами больницы, а вовсе не его прошлого, прошлых заслуг, мы трудоустраивались таким образом. Бралась сумма баллов и устраивалась очередь по сумме баллов. По сумме баллов. Значит, и первый, кто лучше всех учился, имел более широкий выбор, следующий имел меньше выбор и так далее. элвин рот показал, что на самом деле он фактически анализировал 30 лет работы этого центра, что фактически этот центр в точности работал по алгоритму, который предложен был в 1962 году Дэвидом Гейлом и Ллойдом Шепли. Ллойд Шепли это лауреат, один из лауреатов премии 2012 Дэвид Гейл к сожалению умер в 2008 году, иначе бы он в этом году обязательно бы получил Нобелевскую премию уже на троих, а не на двоих. Значит, вот эти два человека достаточно жизнерадостных, несмотря на то, что тот, который справа, ему 89 лет. Спасибо большое. Юрий Петрович. Итак, голландский физик российского происхождения Андрей Гейм в 2010 году получил Нобелевскую премию за опыты, которые ему помогли изучить свойства графена. А 10 лет ранее он получил Шнобелевскую премию. За что? Про лягушек, про лягушек. А что про лягушек? Вот кто-то говорит там в углу. Вон он, вон. А туда, да, да. Вам уже рассказывали ужасы про нацистскую Германию и про ее нелюбовь к Нобелевской премии. Физики Макс фон Лауэ и Джеймс Франк доверили хранение своих золотых медалей нобелевских Нильсу Бору. Это известная история. Ну давайте, расскажите все сначала нам. И что? Да, чтобы это, а как их растворили в серной кислоте, по-моему, да? Такая обида! Вот какая там есть смесь серной кислоты, по-моему, с чем-то. Ну что, а потом после войны, когда, да, уже, уже осадили это золото растворенное, по-новой отлили из него. Да, это был единственный случай, когда заодно тоже открытие одним и тем же людям дважды вручали медали. Сервис для праздничного банкета состоит из 6750 бокалов, 9450 ножей и вилок, 9550 тарелок и только одной чайной чашки. Как вы думаете, для кого и почему такое неравноправие? Для королевы, наверное, чайной. А почему? Почему? Может быть, у нее аллергия на кофе. Она просто кофе не любит, но за ваше логическое мышление. В 1917 году Норвегия выступила с инициативой присуждения Нобелевской премии мира Владимиру Ленину с формулировкой «За торжество идей мира». Почему премию не вручили? Да, потому что началась гражданская война. В 1949 году премию по физиологии и медицине получил португалец Муниш за разработанную им в 1935 году операцию на головном мозге. После этого премии Нобелевский комитет старается не спешить с признанием открытий. Почему? Да, точно, во многих странах ее потом запретили. какой Нобелевский лауреат был удостоен еще и Оскара? Ух ты. Бернард Шоу. Да, вот так вот. А мы переходим к следующей части. Следующей части нашей программы. Правильно? Собственно, в заголовке мы указали, как получить Нобелевскую премию, где получить, когда получить и так далее. Где получить мы все теперь уже знаем. Да, где получить мы знаем. Значит, а как получить мы еще с вами поговорим. А сейчас мы посмотрим фрагмент выступления нашего хорошего очень друга и эксперта Михаила Гельфанда, который примерно на такую же тему выступал в Санкт-Петербурге в формате TEDx. Ну, когда я Михаила спросил, ну, вот, давайте запишем какое-то ваше выступление. Он сказал, что вот Александр, вот уже почти что такое уже было. Вот. И там многое чего есть. Мы послушаем его выступление до того момента, когда он начинает давать рецепты какие-то. А что делать? И, собственно, это такое его вступление, это нам для разогрева, потому что мы дальше сами с вами будем, в общем-то, генерировать какие-то предложения. А, собственно, что нужно делать, чтобы эта премия состоялась у нас с вами и так далее. Я действительно буду говорить про науку, а более точно про фундаментальную науку, а еще более точно про фундаментальную науку в России. А биология это просто тот пример, который мне ближе, который я лучше понимаю. И, кроме того, на биологии, как раз, мне кажется, болевые точки российской науки видны лучше всего. Что нужно сделать, чтобы, что должно случиться, чтобы человек сделал работу новелевского уровня? Он должен наткнуться на что-то интересное, он должен не пропустить это интересное, и он должен уметь быстро посмотреть, ну, что из этого следует. Да, логическое открытие не сводится к тому, что вы что-то наблюдали, вы должны доказать, что это действительно существует. От чего это зависит? Ну, вероятность наткнуться на что-то интересное просто пропорционально количеству биологов в стране. Чем больше народу смотрят, тем больше вероятнее, что случайно что-то будет наблюдено. А вот вероятность не пропустить уже зависит от количества хороших биологов. Потому что хороший биолог отличается от плохого тем, что он понял, что действительно в том случайном, что он увидел, есть какая-то биологическая суть. Но классический пример это Флеменко, его плесень, когда у него на чашке Петри выросла плесень, а бактерии вокруг нее умерли, он не выкинул эту чашку Петри как неудавшийся эксперимент, а стал пытаться понимать, почему собственно умерли бактерии. После этого пошел пенициллин, антибиотики и все прочее. А возможность быстро посмотреть зависит от системы организации науки в стране. Потому что она должна быть достаточно подвижной. Ну вот давайте посмотрим, где Россия находится с этой точки зрения. Сколько в России биологов посчитать невозможно, потому что совершенно непонятно какие критерии. А вот сколько в России хороших биологов прикинуть можно очень грубым инструментом, просто посмотрев сколько статей печатается в международных журналах. Фундаментальная наука, фундаментальная биология, она производит некое базовое знание в виде там фактов. Грубо говоря, один факт, одна статья. Ну там есть куча тонкостей, но это не важно. Это очень грубый инструмент, но вот, так сказать, невозможно оценивать конкретных людей, но с точки зрения стран это вполне нормально. И вот это количество статей в базе данных ПАБМЕД, это база данных, которая собирает все журнальные статьи по биомедицине, опубликованные на разных языках. Верхняя синяя полоска это количество статей, публикуемых в мире, начиная с 91-го года, ну собственно первый год, когда появилась Россия как независимое государство, и до последнего полного года 2011-го. Вот оно более чем удвоилось. Вот сейчас в мире публикуется за год миллион статей по биологии и медицине. А нижняя оранжевая это статьи, опубликованные в России или на русском языке. Ясно, что если одно число растет, а другое не растет, то доля России в мировой биомедицине монотонно падает, а если посмотреть просто на количество статей в России, ну вот оно примерно постоянно. Есть хорошая новость, она стоит в том, что доля статей с российским адресом, опубликованных на иностранных языках, но на самом деле на английском, конечно, она все-таки растет, то есть российская биология постепенно включается в мировую науку и этот процесс опять-таки монотонный, но при этом общий уровень вот суммарный не девается никуда. Это то, что с хорошими биологами. У меня есть на самом деле теория, которая объясняет, почему в России была великая физика и математика и не было великой биологии, начиная со середины прошлого века. Этим должны заниматься историки науки, но я сильно подозреваю, что дело в том, что ядерная бомба, а еще лучше ракета с ядерным боезарядом, это вещь, которая требует очень хорошей науки. Вам нужна очень хорошая физика, чтобы сделать этот заряд и вам нужна хорошая математика и механика, чтобы рассчитать полет ракеты. А биологическое оружие штука очень простая. Батериальная бомба, в общем, это дешево, просто и по большому счету можно сварить в гараже, только себя первого убьешь. И история гласит, что когда некие философствующие физики решили, что не только расцвет биологии должен следовать за указаниями великого Сталина, но и расцвет физики должен следовать за указаниями великого Сталина. А это Трофим Денисович Лысенко, это человек, который убил русскую биологию, в общем, ну там, многими помощниками. Так вот, когда эти самые философствующие физики попробовали сделать что-то похожее в области физики, там, разоблачить идеалистическую квантовую механику, я не помню, что там именно было, то руководители ядерного проекта пошли к Лаврентию Павловичу Берии и сказали, что, ну вот тут надо выбирать или, так сказать, следовать указаниям, или у нас будет ядерная бомба, и атомная бомба, прошу прощения. И вот наезд на физику таким способом был отбит, а наезд на биологию отбит не был. Что значит не пропустить? это пример, это картинка из статьи, которая была сделана в нашей группе, понимать, что там нарисовано совершенно необязательно, и биологические слова, которые я сейчас буду произносить, тоже понимать совершенно необязательно, но просто для гладкости мне нужно вставлять какие-то, значит, чтобы предложения правильно строились. Так вот, мы изучали регуляцию гомеостаза цинка в бактериях, это на самом деле замечательно интересная область, мы придумали некоторый способ, как вообще смотреть регуляцию в бактериях, и это была, в общем, довольно рутинная задачка к этому времени уже, мы, так сказать, но техника была разработана, и я ее дал девочке, которая была в нашей группе, она тогда была студенткой пятого курса Мехмата Московского университета, и она сделала вот стандартную часть, такую, ну, более-менее тренировочную, а потом пришла и сказала, что вот она видит что-то необычное. Ну, на всякий случай, опять, непонятные слова состоят в том, что она увидела, что регулируются еще и белки рибосом, совершенно неважно. Я ей сказал, что это ерунда, такого, во-первых, быть не должно, во-вторых, те данные, которые она мне показывает, меня не убеждают, ну и вообще надо бросить бяку. Она меня не послушалась, доделала это, так сказать, до конца, и мы очень долго потом еще воевали с рецензентами. В конце концов, мы напечатали статью, а через полгода совершенно независимые японские исследователи это предсказание подтвердили. Но наша наука, вот наука, которой я занимаюсь, биоинформатика, вот Коля Вяхи потом будет про это еще рассказывать, это наука дешевая, простая и подвижная. То есть она сложная, но логистически она простая и очень подвижная. И в ней студент может легко не послушаться за флаба и сделать то, что считают нужным. В экспериментальной биологии такого рода фокусы не проходят. Вы зависите от приборов, вы зависите от своевременных поставок расходных материалов. Не дай бог вы работаете с животными, это совсем беда. И пространство для маневра оказывается очень узким. Когда мы пишем заявку на грант, мы должны описать, где мы находимся сразу с трех точек зрения. Во-первых, у нас в стране есть основные приоритетные направления. Во-вторых, у нас в стране есть основные направления модернизации. И еще у нас есть критические технологии. Это по разным поводам придумывались вот эти вот списки всего самого-самого-самого важного. И это есть полная беда, потому что они, во-первых, частично перекрываются, но это еще ничего. Но они частично друг другу противоречат. И очень легко попасть в ситуацию, когда ты просто не знаешь, куда тебя вписать. А галочки надо проставить в нужных местах, иначе у вас просто форма не пройдет электронный контроль. Значит, административное пространство для маневра оказывается очень узким. И, ну, собственно, какие здесь проблемы? Значит, уже теперь чисто конкретно по списку. Во-первых, это отсутствие компетентной и доброкачественной экспертизы. Причем, экспертиза не только отдельных проектов. Это вещь, которая технически на самом деле делается довольно легко. И в свое время Российский фонд фундаментальных исследований вполне умел это делать. Сейчас испортился немножко. Но это и экспертиза на уровне, скажем, выработок стратегий и публичного обсуждения того, что для нас важнее биологии или физика, в биологии, что для нас важнее, в биомедицине, что для нас важнее, онкология или иммунология и так далее. Вот, механизм выработки этих самых приоритетных направлений критических технологий абсолютно непрозрачен. Просто никто не знает, какие люди на самом деле это решили. Это спазматические решения, ну, условно говоря, власти. Когда в принимаемом решении отсутствует механизм, вот как это делать, отсутствует обсуждение альтернатив, это то же самое, что я уже обсуждал. Все надо делать очень быстро, потому что, вот, если премьер-министр любой из двух решил что-то развивать, то программа развития должна быть написана через три недели. Вот, срок больше, чем три недели, вообще для принятия государственных решений не существует. Мне тут прислали зимой, значит, чтобы я написал, какие направления биологии будут критическими и самыми важными в 2030 году и дали мне три дня на размышления. и третье, вот там еще много на самом деле можно перечислять, третье, это лоббизм, использование административного ресурса, коррупции и прочая радость. Это на самом деле все вещи связанные. Значит, если вы лоббист, то вам совершенно не нужна система прозрачной экспертизы. Если у вас нет публичного обсуждения приоритетов, вы имеете приоритеты, которые принес кто-нибудь. Еще одна история из жизни. Вот эти два джентльмена, это наилучшее приближение российских биологов к Нобелевской премии. Слева это Михаил Мац, а справа Сергей Лукьянов. Мац сейчас уже профессор в Техасе, а Сережа Лукьянов заведующий лабораторией в Институте биорганической химии в Москве. По-видимому, действительно, это одна из сильнейших в России лабораторий и очень сильная по любым мировым меркам. И кроме того, у него, по-видимому, единственная в России успешная биотехнологическая фирма. Они разрабатывают экспериментальные методики и торгуют ими на Запад. И вот это, значит, цитата из представления Шведской Королевской Академии наук к Нобелевской премии по биологии за флуоресцентные белки в 2008 году. Вот это действительно наше наилучшее приближение к Нобелю. Так вот, мы с Сережей в марте встретились в каких-то коридорах и он рассказал, как он сходил в один из отечественных государственных научных центров. Собственно, единственный государственный научный центр. Формально такая организация в России одна. И он рассказывал, какие приборы он там видел и одновременно с этим рассказывал, что бы он мог сделать с этими приборами. Вот в Бурчатовском институте с этими приборами в основном делают одно, с них стирают пыль к приезду очередной делегации. И система не должна так работать. Хорошие приборы должны попадать в хорошие руки, они должны попадать к сильным биологам. Надо сказать, что начальство в общем чувствует, что что-то здесь не так. И там любой министерский чиновник, если с ним поговорить, расскажет гораздо больше анекдотов про систему министерской экспертизы, чем я сам знаю. Но механизм воздействия, такой стандартный бюрократический ответ такой. Они не доверяют собственной экспертизе, они хотят контролировать победителей, а контролировать победителей понятно как, давайте они будут отчитываться еще по пяти формам, чтобы на всякий случай вот эту лазейку перекрыть. В результате вот эта фотография из реальной жизни. Это 400 страниц проекта, который мы написали, чтобы попросить деньги на проведение молодежной конференции и просили мы 400 тысяч рублей. Я просто попросил, я знал уже, что я буду читать эту лекцию, и я попросил ребят, с которыми мы это готовили, это перед посылкой в министерство сфотографировать. Как с этим борются люди? Как биологи, реальные работающие биологи выживают в этой системе? Значит, цветочки на заднем плане это гречиха, это специально непроизвольные цветочки, придуманные специально, взятые специально для этого слайда. И наши коллеги тоже в Московском университете, они изучали геном гречихи, и оказалось, на чем надо было расшифровать последовательность генома, но более точно не расшифровать, а вот определить последовательность буквы. Опять-таки, Коля Вяхи про это будет рассказывать. И оказалось, что в российских условиях, по состоянию на два года назад, самый эффективный способ сделать это такой, они выиграли маленький грант РФФИ, Российского фонда фундаментальных исследований, это, собственно, основной хлеб от работающих биологов без хороших связей. Они обналичили этот грант через командировочные, и после этого они заявились в канадскую фирму, которая занимается таким промышленным секвенированием, с образцами в одном кармане и пачкой долларов в другом. Да, они еще где-то обменяли рубли на доллар, естественно, по дороге. И оказалось, что в России это самый эффективный способ делать хорошую биологию. и полезно понимать, что так же, как в написании отчетов и заявок вот таких вот толстых, как правило, выигрывают вовсе не те люди, которые могли бы хорошо работать. По большому счету другая совершенно профессия. Ну, там, бывают пересечения, но совершенно не обязательно. Точно так же во всяких серых схемах есть люди, которые гораздо успешнее, чем реальные работающие ученые. И на самом деле вот эта вот известная легенда, что научный сотрудник в России имеет среднемесячную зарплату 33 тысячи рублей, если я правильно помню. Она складывается из двух компонентов. Первый банальный, что просто очень большой разброс, а второй менее банальный, что существенная часть этой зарплаты это на самом деле реактивы, которые оказались выкуплены через зарплатные деньги, просто потому, что иным способом эти реактивы купить нельзя. Что можно делать? Приостанавливаем наш фильм. И что можно сделать? На самом деле это вопрос и к нашей аудитории. Давайте мы с вами погенерируем какие-то мысли, какие-то идеи. Елена, конечно. Как к нашему эксперту и почти Нобелевскому лауреату. Первый вопрос, который был озвучен, откуда взять хороших ученых? Я, так как являюсь преподавателем, я вижу, когда мы рассказываем ученикам, школьникам о биологии, ну, как я, например, рассказываю о биологии, мы преподносим это как чистую теорию. И мне кажется, большинство ребят оно на этом засыпает, оно на этом не увлекается. И идут, пропадают люди, которые могли бы как раз что-то увидеть, заметить и так далее. я бы очень сильно хотела бы обратить внимание на именно развитие преподавания как бы науки в школах, то есть чтобы больше было опытов, чтобы детям было интересно. Ну, просто реально мы как преподаватели мы не можем, у нас тоже нет ни реактивов, ни там микроскопов, ни там препаратов и так далее, чтобы заинтересовать. Вот. Хотя мне кажется, что чем больше увлечешь изначально детей, тем было бы больше. Начинать с АЗОВ воспитывать нобелевских лауреатов, изменить систему образования, увеличить количество практики. Я постараюсь быть кратким. Дело в том, что область, в которой я работаю, она хороша тем, что в ней все экспериментальные работы, они очень компактны, то есть это, как правило, небольшие установки. И, хотя я сразу скажу, что я не буду пытаться рассуждать на тему рецептов, как получить нобелевскую премию, потому что мне все-таки кажется, что это вот мы можем слишком вот одна проблема нашего биократизма, другая, это проблема нобелевских премий, они как-то пересекаются, но все равно они друг от друга должны быть достаточно отделены. Вот для нобелевской премии нужно, во-первых, иметь хорошую голову. То есть это фактор, который является, вообще говоря, решающим. То есть нужно иметь определенного рода интуицию, понимание, что делать, то есть умение кругозор, умение видеть задачи, вот это вот первое, самое главное, необходимое, но недостаточное качество. И если мы, как сказать, это далеко достаточно от тех текущих проблем, с которых мы сталкиваемся. Второе, что нужно, нужно иметь, если экспериментатор, то у него, конечно, должен быть доступ к оборудованию. И вот я должен сказать, что все-таки возможности экспериментаторов, которые есть, например, не только на Западе, но, например, которые появляются у людей, которые работают в Бразилии, я там был на конференции, вот, конечно, темп обновления экспериментальной базы, вот, они несопоставимы. Получается, что вот у нас правительство, оно с одной стороны якобы декларирует, что мы там собираемся якобы что-то развивать науку, вот, а на самом деле, если вы посмотрите на то, что происходит с обновлением экспериментальной базы, оно все равно оказывается явно недостаточно. И то есть тех экспериментальных и экспериментальные возможности остаются несопоставимыми. Третий вопрос это то, что вот как я неслучайно показал в слайде процитируемость, нужно вот сейчас так или иначе там Нобелевским бурятам требуется признание, поэтому о признании о нем тоже нужно заботиться, то есть вот и сейчас совершенно ясно, что Нобелевские премии не будут возникать случайно, а им будут давать тем людям, которые уже известны. Я, в принципе, там, общался, например, с людьми, которыми являются кандидатами на Нобелевские премии, то есть они, может быть, ими и не станут, но, по крайней мере, вот их рассматривают и это люди очень известные, с ними конкурировать достаточно сложно. Вот, исходя из этого, ну, я бы так сказал, что, наверное, вот для России важно было бы все-таки научиться выстраивать, скажем так, работающую научную систему, потому что старая система разрушена, вот, и, значит, новая система вместо нее не создано, хотя, то есть, скажем так, есть отчаянное сопротивление людей, которые пытаются хоть какую-то работающую инфраструктуру сохранить и удержать, но мы даже не знаем, будет ли, например, завтра там нужна наука вообще, то есть, потому что, в принципе, там, обществе складывается такое, ну, есть большая инерция, и, скажем так, мы совершили, то есть я могу сказать, что у нас нет уверенности в том, что там, действительно, обществу, государству, что оно вообще в науке нуждается, и это, конечно, скажем так, но это фактор, который сколько препятствует нисколько рождению идей, на рождение идей, я думаю, это не сказывается, и на хорошие головы тоже не влияет, но это сказывается на том, что хорошие головы уезжают, и, в принципе, я должен сказать, что я вижу очень большое количество совершенно первоклассных научных работ, которые делаются нашими бывшими соотечественниками за границей, вот сейчас, в моей узкой области, недавно, в 2012 году, была опубликована работа сотрудников университета Джорджи, которые получили еще один из первоклассных результатов, опередив многих конкурентов, которые занимались тем же самым, руководитель этой группы, человек из Минска, там есть люди из Вистеха, отовсюду, но мне совершенно ясно, что в России нет такого места, где они бы могли бы работать и получить точно такие же результаты. Спасибо, Илья. Если говорить про мою область, как раз, то есть это социальная антропология, такие гуманитарные исследования, как раз картина выглядит очень неплохо по сравнению с теми, кому нужны дорогие лаборатории. И вот я, сидя здесь, могу чувствовать некоторое такое ощущение, не превосходство, но как бы такое ощущение, что поскольку во многих случаях нужен диктофон, компьютер, рабочий стол и просто свободное время, и не нужны большие сложные коллективы, вот гуманитарии вполне могут выживать и в жестких условиях, но вот тем, кому нужна лаборатория, конечно, тяжело придется. Я очень уважаю Михаила Гельфанда, но на наших глазах произошло несколько подтасовок. Первое. Биология в Академгородке появилась не из-за силия Лысенковщины, а из-за разгрома Лысенковщины. И это является фактом. И если бы в те годы кто-то сказал, что от контакта между злобным самцом и ласковой самкой происходит мутация наследников, его бы тут же записали Лысенковцы. И один из преподавателей, когда я учился, когда ему сказал, вот хорошо, сняли Лысенко, повесили Прянишникова. Он меня обнял и говорит, этим ребятам все равно, кто висит на стенке, лишь бы что-то висело. Им без разницы любая теория, правильная или неправильная. Значит, они работают по другим категориям совершенно. И в данном случае я считаю, что единственный способ сейчас сделать рывок к Нобелевским премиям, это ликвидировать институты как основную организационную единицу Академии наук и сделать главной организационной единице лабораторию. Вот это революционер в наших рядах. Ну, что хотелось бы сказать. Вот, когда я ехал на эту встречу, мы разговаривали с таксистом. Я ему сказал о теме сегодняшнего лектория. Ну да, был у меня один такой знакомый ученый, значит, Вася, значит, он помаялся, помаялся и в свое время уехал в Штаты, недавно приехал, своя лаборатория, экспериментальная база, прекрасные, ну, по крайней мере, условия, он не заботится о деньгах или о деньгах, да, он не заботится о расходных материалах для экспериментов, он занимается наукой, он занимается делом, и все, что он делает в этом направлении, это оценивают достаточно, как бы, ну, скажем так, не придираясь, бумажно, они понимают, что человек делает, и это дело, оно неизмеримо перекрывает, как бы, да, с лихвой все то, что он, как бы, там тратит, да, или тратят на него. Если кратко, то ехать в Америку, да? Ну нет, я кратко, вот как раз это и кивок к женщине, которая совершенно замечательную вещь сказала и совершенно простую, нужно начинать со школы, трогать все руками, да, то есть, как бы, сеть лабораторий, экспериментальной базы, все утраченное, наши стенды советского времени и так далее, и так далее. У государства нет другого пути создания разветвленной сети конкретной экспериментальной базы, лаборатории, научные центры и так далее, с конкретным спросом результатов. Пусть это будут любые результаты, отрицательные, положительные и так далее, но люди, чем больше будет лабораторий, чем больше будет конкретных задач поставлено, тем больше молодых людей туда пойдет работать. Чем быстрее развяжутся руки, связанные многим ученым в нашей стране, тем будет просто легче. Это все. Государство, давай лаборатории, давай деньги на расходы материалов. Все. Потом будешь спрашивать конкретные результаты, ставить оценки и так далее, раздавать медали. Не расслабиться? Ну, да. Но дело в том, что если эту систему не наполнить, собственно, тогда вообще ничего не будет. А в Академгородок, как известно, приехала первая волна где-то в начале 60-х. И стал вопрос, куда устраивать жен. Через 10-15 лет стал вопрос, куда устраивать детей, сыновей, дочерей, потом жен, как бы сыновей, дочерей и так далее. И получилось, что в Академии сейчас, собственно, плодотворным является человек один из шести, допустим. Остальных надо где-то пристроить. То же самое в Москве. То есть, вот процесс заболачивания каким-то образом остановить его. Сделать социальное исследование. Сколько на самом деле устроено, а сколько работает по непосредственному. Так, второе. Вот когда, скажем, из, как бы, ракета отделалась, и атомная бомба, был такой, как бы, метод работы, как брейнштурминг. То есть, собирался весь коллектив и обсуждались, как бы, горячие точки. И благодаря этому и ракету, и бомбу мы сделали, ну, просто, в идеально короткие сроки. То же самое было и в Штатах. На передовых направлениях там было принято гласное обсуждение буквально детальных точек проекта. И всегда находились выходы. Если можно, давайте мы дальше просмотрим. Как правило, выигрывают вовсе не те люди, которые могли бы хорошо работать. По большому счету, другая совершенно профессия. Ну, там бывают пересечения, но совершенно необязательно. Точно так же, во всяких серых схемах есть люди, которые гораздо успешнее, чем реальные работающие ученые. И на самом деле, вот эта вот известная легенда, что научный сотрудник в России имеет среднемесячную зарплату 33 тысячи рублей, если я правильно помню, она складывается из двух компонентов. Первый банальный, что просто очень большой разброс, а второй менее банальный, что существенная часть этой зарплаты это на самом деле реактивы, которые оказались выкуплены через зарплатные деньги, просто потому, что иным способом эти реактивы купить нельзя. Что можно делать? Ну, во-первых, надо слезть под ножки. Надо перестать думать масштабами институтов и научных центров. Рабочей единицей в науке является лаборатория или научная группа. Это может быть большая лаборатория, но это не должен быть целый институт. И полезно понимать, что сейчас в России существуют оптимистично не более сотни биологических лабораторий, работающих на мировом уровне. И есть некоторая первоочередная задача. Надо обеспечить, чтобы в ближайшие годы этих лабораторий не стало меньше. А многими из них, они почти целиком состоят из людей, ну там, сильно за 60 или за 70. Эти лаборатории прекратят свое существование просто по естественным причинам. Люди не смогут больше работать. некому будет учить молодых. Значит, любые преобразования в стране, которые проводятся, я сейчас скажу немножко, что надо, они должны быть заточены на то, чтобы вот в переходном периоде этим группам не стало хуже. Но и при этом какие-то вещи все-таки надо делать срочно. очень важно, совершенно необходимо развивать конкуренцию, нормальную научную конкуренцию по уровню результатов, по уровню проекта. Без этого, опять-таки, деньги будут размазываться вот по тому бесчисленному количеству людей, которые называют себя учеными, таковыми не являясь. Но при этом конкуренция должна происходить в ситуации адекватного ресурса. Те же самые гранты Российского фонда фундаментальных исследований, это в среднем в этом году 350 тысяч рублей в год, это не деньги для нормального проекта в области естественных наук. Чисто технически, значит, надо развивать грантовую систему, причем для этого нужны прозрачные конкурсы. Для этого, как я уже говорил, нужно повышение уровня экспертизы. Для этого экспертиза должна быть адекватна масштабу конкурса. Если это гранты по 300 тысяч рублей, эту экспертизу можно проводить внутри страны. Если это миллионные гранты, то это должна быть экспертиза международная. Критически важно повышение мобильности. Группы должны, группы лабораторий должны иметь возможность мегрировать между институтами, исследователи должны иметь возможность безболезненно переходить из лаборатории в лабораторию, и это же означает облегчение образования новых групп. Должен быть естественный процесс смены старых групп на уме. Должна быть интеграция с образованием. По-хорошему, профессор должен получать деньги за преподавание, а гранты использовать для зарплат аспирантам и для покупок расходников всего, что необходимо. Это должно быть сделано очень аккуратно. Вот такое простое удушение финансовой академии и наоборот заливание деньгами университетов в этом смысле не работает. И отчетность, конечно, должна быть по научным результатам. Ну и последнее. Вот эта фотография, это все осознанно, научное сообщество все это понимает. Это фотография с митинга в Москве 13 октября. Там были только ученые, он был посвящен чисто научным проблемам, там было 500 человек, что, по-моему, невероятно много. Была научно-образовательная колонна на марше в Москве 12 июня вот на этой неделе. Есть вот газета «Троицкий вариант», которая считает уже 4 года и которую читают ученые. Она является, как Ленин говорил, коллективным пропагандистам или кем-то там еще. Но полезно понимать, что наука не изолирована от общества. И вы не можете построить чистую экспертную оценку грантов в ситуации в государстве, где процветает коррупция и административный произвол. Вот так не бывает. И организаторы просили меня в конце ответить на вопрос, что могут сделать присутствующие. С научными проблемами мы, в общем, разберемся. С проблемами организации науки есть кому разобраться. А вот сделать вместе страну получше. Вот эта задача действительно общая. Спасибо. еще есть у нас время буквально совсем немного для пары реплик. Вот. И мы будем уже завершать. А. Да? Да, пожалуйста. Мы тоже намерены обсуждать эти темы. Самое главное, что надо еще делать. Первое скажу, о чем тут не говорилось. Надо думать и о том, чего не надо делать. Пример из живого опыта наших институтов. Имеется академик Академик Крылов еще где-то в пятом или шестом году теорию приближенных вычислений написал. Показал, как надо учитывать точность исходных данных. Когда в нашем институте математики собрали исходные данные для всесоюзной модели связи отраслей, посчитали, что на расчет этой модели надо будет 10 тысяч часов машинного времени на БСМ-6, я в то же время на основе работы завода, где я тогда был, показал, что точность исходных данных будет 10%. Через год меньшане показали, что и о 20 надо думать. На 10% получить результат вы знаете с какой точностью. А там хотели с точностью 8%. Так вот это один из тех фактов, который должен быть использован. Если ты чего-то замышляешь, по крайней мере проверь, как твоя модель корректирует и реальность. у меня есть небольшая реплика. Я в прошлом году был в Англии, у меня была рабочая поездка, я там встречался с одним из моих друзей, который уже достаточно давно живет в Лондоне и работает в одном из лондонских банков. Мы с ним обсуждали ситуацию в России. Мы сошлись на чем. Мы знаем, что мы живем в стране, в которой нет доверия практически ни к одному из социальных институтов. То есть ни к правительству, ни к медицине, ни к образованию, ни тем более к юридической системе и так далее. Пожалуй, сошлись мы на том, что единственный институт, который хотя бы как-то еще можно доверять, это, наверное, Академия наука. Остальным мы уже не доверяем. Поэтому в свете этого предложения о том, чтобы радикальная реформа Академии. Реформа, конечно, нужна, но есть шанс, что после такой реформы вообще никакой науки не останется. Итак, подведем некий итог. Реформа в образовании, значит, больше практики, больше опытов работы с молодым поколением, хороший характер называлось, иметь хорошую голову, интуицию, это необходимое, но недостаточное качество, а заботиться о признании, то есть премию дают людям известным, а выстроить работающую систему науки, то есть в общем-то это как бы в пользу поддержки реформ, ну называлось, что гуманитарии, в принципе, им особо ничего не надо, то есть они и так выживут, такие были мнения, сделать действующими лаборатории, а не институты, это в общем прозвучало и у Гельфанда, и у наших экспертов, ехать в Америку, в принципе, это резонно, потому что больше всего нобелевских лауреатов именно в американских университетах, не странно, ну это не странно, больше лабораторий с конкретными задачами развязать руки ученым, и надо думать над тем, чего делать не надо. Ну что, на самом деле давайте мы будем смотреть последний наш материал, включите, пожалуйста, последний фильм. Весьмедевские коллеги попросили меня спросить у вас, как стать Нобелевским лауреатом, поделитесь пожалуйста своим советом. Вопрос довольно странный, какой скоро я к ним не отношусь, поэтому лучше калферу выйти. Но чтобы стать Нобелевским лауреатом, мы будем про биомедицину говорить, то что я понимаю, нужно делать очень хорошую науку, эта наука должна быть, то есть ваши результаты должны быть такого уровня, когда они опять же попадают в учебник, как в случае Гердена, то есть это действительно фундаментальные какие-то результаты, или результаты, которые позволили ввести методы, которые потом стали просто каким-то стандартом рутинной лабораторной. К тому примеру могут быть моноклональные антитела, цепная плюмиразная реакция, флюоресцентные белки. Введение такого рода вещей в практику оно действительно перевернуло лабораторную работу, диагностику, все что угодно. При этом здесь как бы два вопроса наверное есть, можно разделить. Есть непосредственный человек, который получил Нобелевскую премию, Иван Иванович, премию. А есть исследования, в области которой эта премия была выдана. Так вот, в общем-то, конечно же, так как премию выдают люди, то есть всегда вопросы о том, кто именно получил Нобелевскую премию за какое-то исследование, потому что вопрос распределения, скажем так, по-английски называется кредит пряников, да, он всегда как бы политический, вот, им могут быть какие-то неоднозначности, но в целом Нобелевский комитет, да, и кроме того есть свои внутренние ограничения, они больше трех, иногда там ждут пока четвертый умрет, когда совершенно понятно, что надо давать, но в целом выбор Нобелевских премий по значимости самих результатов у меня, например, никаких особых нареканий не вызывает, то есть они действительно всегда выдают премии за что-то очень и очень крупное и ну да, то, что становится вот каким-то таким фундаментом, на чем все мы остальные существуем. Вопрос о том, как им стать, здесь, к сожалению, нету рецепта, потому что и в этом прелесть науки, то есть мы же не знаем, Нобелевские лауреаты или почти нету Нобелевских лауреатов, которые просыпаются утром и вдруг принимают для себя решение, что вот теперь я начну работать, вот до этого я занимался ерундой всякой, а теперь я сделал сознательное решение, буду работать по этой теме, потому что она принесет мне Нобелевскую премию, такого нету. Поэтому примеров очень много, например, работа по 2007 году премия по интерференции РНК, открытие совершенно нового пласта генетической регуляции, она была сделана людьми, которые, в общем-то, они молодые люди, которые, люди, которые были университетские профессора, занимались какой-то темой на каком-то очень приличном уровне, но безусловно они не были чем-то таким особенным, вот, и повезло, и в этом же прелесть науки, да, что ты как бы камушки поднимаешь и смотришь, что там под ними есть, а под ними может быть что-то очень хорошее, а может и ничего не быть, в большинстве слухов ничего нету, и в этом смысле очень многие Нобелевские, то есть, безусловно, большинство Нобелевских зариатов это талантливые люди, масса своей, они работоспособные люди, но еще очень важно, что они удачливые люди, потому что и вовсе не очевидно, что многие из них умнее тех, кто Нобелевскую премию не получил, в этом смысле довольно забавно всякие структуры, которые создаются на постсоветском пространстве, например, у Назарбаева есть специальный комитет таких этих в шапках, как их зовут, колдунов, звездочетов, которые ему советуют, это комитет Нобелевских лауреатов, который должен ему давать какие-то ценные советы о том, что же нам делать с Казахстаном, вот, ну, понятное дело, что все эти ученые, они люди, и им платят деньги за это, и они готовы заниматься всей этой ерундой, но одно из основных свойств Нобелевских лауреатов, это то, что вторую премию они не получат, за очень редким исключением, это, собственно, показывает, что это везение, в случае двойных Нобелевских премий всего два-три я обчелся, вот, и, ну, да, как стать, работать, стараться делать то, что ты делаешь, как можно лучше, и не быть конъюнктурщиком, вот еще один пример, есть совершенно замечательный ученый Томас Чек, нобелевский лауреат и директор до недавнего времени Городхьюзовского института, он, из его лаборатории несколько людей потом получили Нобелевскую премию, он получил Нобелевскую премию за сплайсинг, вот, он занимался вот так, инфузорией под названием Петрогемена, и в конце 70-х, в начале 80-х годов все люди, скажем так, из той когорты, которой он принадлежит, считали его в общем-то лузером, потому что все занимались чем-то интересным, раком, там, еще какой-нибудь тренер, а он занимался этой несчастной инфузорией, вот, и с грантами были проблемы, вообще, в общем, было по-всякому, но потом выяснилось, что просто жизнь же очень такая разнообразная, и эта конкретная инфузория, это огромная клетка с одним ядром, это одноклеточный организм, но именно потому, что клетка такая огромная, у этого организма возникли специальные приспособления, как имеющийся набор генов может обслуживать вот эту огромную цедоплазму, огромную клетку, у меня возникло дополнительное ядро, в этом дополнительном ядре очень-очень-очень много маленьких хромосом, которые специальным образом делаются, и выяснилось, что изучение вот именно такой структуры с этим микроядром и макроядром позволило открыть там сплайсинг, позволило открыть там теломеру и выделить теломеру, за что вот грейдер с товарищей шосток получили Нобелевскую премию и т.д. и т.п. Но предугадать это было совершенно невозможно. А сплайсинг это что такое? Это когда длинные молекулы РНК, оказалось, вся классическая молекулярная биология, построенная на исследованиях бактерий, всегда утверждала, что последовательность гена, то есть ДНК, полностью совпадает с последовательностью РНК, которая в свою очередь кодирует белок. Таким образом, информация в ДНК была непрерывная и напрямую транслировалась информация в последовательность белка. А сплайсинг это явление, которое оказалось очень общее для всех нас, высших условных организмов, с ядрами и клеток. Что гены прерывисты. Есть участки генов, которые что-то кодируют, есть участки генов, которые ничего не кодируют, и во время транскрипции перевода гена в РНК не кодирующие участки убираются. Это и есть сплайсинг. Сплайсинг это когда вы берете две вещи, разрезаете, потом сшираете как-то по-другому. Еще как насчет совета Генпорга, что надо жить еще долго, чтобы получить премию. Так в общем-то не так. Во-первых, вот пожалуйста, этот самый Новоселов так вообще совсем молоденький. Но он правда действительно совсем молоденький. Вот то, что я говорил про РНК-интерференцию Эндрю Фая, ему было лет 45, когда он получил Нобелевскую премию. Рот Маккинон, который получил Нобелевскую премию за структуру Йонного канала, ему было тоже лет 45. И Монако получается с 62-го года, значит ему сейчас 40 лет получается. Я думаю, это неверное утверждение. То есть, да, есть пожилые, а есть и нет. Тот же Кобылка, который сейчас получил Нобелевскую премию, тоже полностью функциональный человек. Нет, я думаю, везение, нет, нужно быть, по-английски это называется консестным, нужно сделать какой-то выбор, не бояться продолжать исследования в этой области, независимо от того, кто чего считает. в этоstу манилина, он будет следить, в этой области, но, в этой области, в этой области,